Расо-байса-расо-евахи-айам-лабдхананди-хавати Расо-байса-расо-евахи-айам-лабдхананди-хавати Срисила Бхакти-Шиддханто-сарашвати-го-свами-джагур-бхопад-чоул Шишила Бхакти-Шиддханто-сарашвати-го-свами-джагур-бхопад сказал под именем Харикадхи и Харибаджина Те, кто ведут нас в ложном направлении, а мы обычные люди Мы настолько глупы, что мы хотим быть обмануты И поэтому нас обманывают под именем Харикадхи и Харибаджина Те, кто обманывает людей, а мы обычные люди Мы хотим быть обмануты, и поэтому мы обманываемся На самом деле, Верховный Господь Он олицетворение расы-виграха И вот Верховный Господь — это само воплощение расы И не только это, он источник всех рас И Шила Бхакти-Шиддханто-кор, говоря о расе, он молится о олицетворенной расе Чтобы эта раса благословила его Шила Сачитананды Бхакти-Шиддханто-кор, когда он возносит свои молитвы Он молится о расе, он видит расу в форме личности О, раса, благослови меня Иначе мы не можем получить ее благословление Для обусловленной души это практически невозможно Принять и осознать и переварить опрокритую расу Это трансцендентная раса, она настолько высока, что обычные люди, для них практически невозможно это понять и принять И даже другие расы, если, например, Верховный Господь явится передо мной Мы не сможем стоять рядом, мы просто упадем Например, если Верховный Господь, Он придет к нам, например Верховный Господь, Верховный Господь, в нем пребывают все шесть видов достояний А обычные люди, они не смогут принять и понять этого Они не могут представить Они буквально потеряют сознание от такого величия Когда вот Сарабхарма Батачария, Он слушал от Махапрабху Годи Виданта Таттва На самом деле, Сарикишна читание Махапрабху, Он говорил Сарабхарма Батачарии, тот, кто хочет дать Он хотел какой-то аргумент привести Махапрабху, чтобы доказать, что Верховный Господь не имеет ни рук, ни ног И что это? Это нечто необычное Апанипада У него нет рук, нет ног, но он очень быстро передвигается Что это? Нет глаз, но он сможет видеть все У него нет ушей, но он может все слышать Если вы пойдете в какую-то комнату и что-то скажете, очень тихо Верховный Господь все равно будет знать Он прибывает в сердце каждого И Сарабхарма Батачария, Он спорил с Господом, что вот смотри, тут написано, что у Господа нет ни рук, ни ног А Махапрабху, Он говорит, что ты у нас настолько разумен, настолько образован, но как ты можешь говорить так Апанипад, хорошо Но после этого, что говорится? Говорится, что он может передвигаться очень быстро И что это значит? Что хотя у него нет глаз, но он может все видеть, нет ушей, но он может все слышать И что же это? О, Сарабхарма Ты должен думать об этих строках также И вот Сачатани Махапрабху говорил о Сарабхарма Батачарии, о Сарабхарма На самом деле у него, у Господа нет материальных органов чувств У него нет материальных органов чувств, как у тебя, твои глаза и прочее На самом деле, Верховный Господь, у него есть все органы чувств, они трансцендентные, не материальные Материальные органы чувств, они отсутствуют у него, но у него все органы чувств, они трансцендентные И Верховный Господь, Он может сделать все С любыми своими органами чувств, например, глазами Он может есть Как это возможно? Но нет, для Верховного Господа нет ничего невозможного И на самом деле, Верховный Господь, Он может есть глазами Это возможно для Него Он может видеть руками На самом деле, Верховный Господь любыми своими органами чувствует Он может делать что угодно Вот в этой шлоке говорится, Верховный Господь может делать все И материальные органы чувств, они нет Их у Господа, они все трансцендентные И вот в Упанишадах говорится, что Верховный Господь, Он источник всех рас Расо Вайсах Расо Вайсах Расо Вайсах Значит, наверняка Расо Вайсах Знайте наверняка, что Верховный Господь, Он источник всех рас Но они все трансцендентные расы, они все трансцендентные а мы обычные люди. Мы получаем только материальные расы, и мы не можем представить о трансцендентной расе. Это невозможно. И поэтому Шила Прахупат говорит, что это практически невозможно для материальных людей переварить, принять опракритарасу, когда Сарабхама Бхатачарья, он смотрел на Шичитани Махапабу, на его шестерокую форму, и в то время Сарабхама Бхатачарья, он упал. Он не мог стоять, он просто упал, когда Верховный Господь, он явил свое достояние, свою красоту, свое могущество. То есть Сарабхама, он просто упал без сознания, он не смог воспринимать это. И потом он прикоснулся к нему, спросил, что случилось, и Сарабхама Бхатачарья, он начал произносить ставы, стихи в честь Господа. Он произнес сто шлок. Сарабхама Бхатачарья, он великий пандит, он сочинял и произносил эти шлоки. Сарабхама Бхатачарья, он великий пандит, он великий пандит, он великий пандит, он великий пандит. Кришна и Кришна читания, они не отличны. В Гландии, Кришна, Нанданандан и Кришна читания, они не отличны друг от друга. Сарабхама Бхатачарья, он великий пандит, он великий пандит, он великий пандит. Когда я говорю о Кришне читании или о Кришне, о Паратадхе, о ее наивысшем ограничении, это не значит, что какое-то ограничение есть. Обычные люди не могут понять. Вот, например, Гопала, он очень маленький, а Яшуда, она хотела связать его. Он безграничный, но Яшуда хотела связать Гопала. Она хотела в этой лиле дамбандане, она хотела связать его, но не смогла. И вот раса, что значит раса? Раса значит раса и источник расы. И кто вкушает, то есть кто наслаждается этой расой. Вот эти три вещи должны быть сегодня. День ухода Шилы Рамананды Прабху. Если есть Верховный Господь, то есть как Кришна может наслаждаться этой расой? Должен быть еще какой-то преданный. Один Кришна без преданных не может в полной мере насладиться этими расами и преданными. То есть Кришна, преданные Кришне и раса, они все должны находиться на одном уровне. И тогда обмен этой расой, он возможен. Я попозже могу более подробно обсудить это, но сегодня день ухода Расиквара Шилы Рай Рамананды Прабху. Если мы хотим что-то сказать о Кришне читании, то мы должны что-то также сказать о Рай Рамананде. Поскольку они связаны и наша лекция, наш рассказ будет не закончен. Без вакты, если я буду говорить о славе Кришны, не говоря о славе Его преданных, это будет неполная Кришна. Он полон, когда Дама, Нама, Парикара, то есть Его спутники, Его окружение, вашество и прочее, они все вместе, они составляют полную Кришна-татву. Нет такого, что Кришна отдельно, татва отдельно, преданные Кришны отдельно, нет. Это все взаимосвязанная татва, она уникальна. Вы не можете ее разделить и, ну, разделить ее. И поэтому Рай Рамананда, Рай Рамананда, он находится в сречитании Махапрабху без Рай Рамананды. Если мы будем говорить о, то есть, если мы говорим о сречитании Махапрабху, мы будем вынуждены что-то сказать также о Рай Рамананде. Нет иного пути. Они взаимосвязаны. И вот, на самом деле, свару Гасая, Рай Рамананда, они все вечные спутники сречитания Махапрабху. Когда они находятся в лилии сречитании Махапрабху, они находятся вот в таких делах, в такой форме. Рамананда, Руб, Санатан, они Гору Паршады. И есть также их вечная форма. А когда они находятся в Кришна-лилии, то их сварупа. И вот кто-то говорит, что Сару Гасай, он это лолита, а Рай Рамананда – вишакра. А кто-то говорит наоборот, что мы не заинтересованы. Но, нет, это естественно, что Сару Гасай, он всегда находится с Шичитани Махапрабху. И говорится, что это лолита-саки, это вишака-саки. Лолита и вишака, они вместе с Радхарани и с Кришной пребывают всегда. Но физически, если мы хотим узнать, почему Шичитани Махапрабху отправился в Южную Индию, Шичитани Махапрабху, когда он принял саньяс, Вначале всего Махапрабху хотел отправиться в Южную Индию сначала. И он взял разрешение от преданных, от Сарабхама Батачари и других преданных, Вы должны разрешить мне отправиться в Южную Индию. Почему Махапрабху отправился в Южную Индию? Сарабхама Батачари, он сказал, Господу, у меня есть совет к тебе. Ты смотри, идешь в Южную Индию, и ты должен встретиться с великим преданным его имя Райрамананда. Ты можешь помнить меня, ты можешь помнить мое наставление. Если ты пойдешь туда и встретишься с ним, то тогда и только тогда ты осознаешь, что я говорю, а сейчас ты не можешь этого понять. Если ты отправишься в Южную Индию, в Дакшинбару, то там ты должен встретиться с Райраманандой. Не забывай. Хорошо. И после этого Шичитани Махапрабху ушел. Почему Махапрабху говорит так? Поскольку один преданный никогда не просит Господу, чтобы он спас его. Но почему Шичитани Махапрабху говорит так? Это я дальше расскажу. Сейчас очень обширная тема. И вот когда Шичитани Махапрабху шел в Виджаянаграм, это Виджаянаграм, сейчас. И вот на берегу Годавари. И там в Шичитани Махапрабху он сидел под деревом баньяна и получал вкус от повторения святого имени. И вот Махапрабху, он сиял подобно тысячи солнц, но не было никакого чувства жения от его сияния. Такова его особенность. И вот он сидел там, повторял Харинам. И Шичитани Махапрабху, он смотрит кто-то к подобной царю, не царю, а кто-то к подобной царю приходит. С музыкантами, с браманами, которые произносили стихи из вет, и на паланкине кто-то подъехал. И после этого вот он сошел из паланкина и посмотрел, что я вижу, кто там, настолько прекрасно. Махапрабху он увидел, он был настолько прекрасен, и когда он сошел из своего паланкина, он был очень привлечен его величием, его образом. Вот Рай Рамананда подошел к Господу, предложил свои полные распостерты и поклоны, и Господь, он взял его и обнял. Рай Рамананда, он был. И Господь сам Шикришна, он обнял его, они оба упали переполненные божественной любовью. И после этого они встали и начали спрашивать, кто, ну, кто. И он спросил, как его зовут, он сказал, что я Рай Рамананда, я Шудра, вот, и Рай Рамананда, да. И Сарабхома Бадачаря, он сказал, встретиться с тобой. И вот, по милости Бехона Господа, я встретился с тобой, правда. И они опять обнялись, они начали плакать. И те брахманы, у них не было чувства любви. Они были брахманы, то есть они поклонялись, воспевали ведические гимны, стотры. Но когда они увидели, что Рай Рамананда, почему он поклонился какому-то саньясь, они не поняли, что к чему, поскольку в Южной Индии даже до сегодняшнего дня, я ж не говорю про сегодняшнего дня, даже Махапрабу в те времена, он говорил, что люди в Южной Индии, но они застряли, но они могут возвыситься до Лакшмина Райны только, либо до Ситарамы, а дальше они уже не могут себе представить, что дальше, если они будут продвигаться дальше, они думают, что они уже не следуют каким-то этическим принципам, и поэтому они застряли на том уровне. И даже до сегодняшнего дня люди в Южной Индии, они не знают, кто такой Кришна, кто такая Радхарани, они вообще не знают ничего о них. И хотя, и вот по милости Говаги, если я буду обсуждать Бхагаватам, то там я буду говорить о том, что некие преданные говорят, что Брама, он не получил опракита раса. Кто-то говорит, что Брама, у него нет премы, нет раса, нет ничего. Но мы, я могу переспорить их, мы в Мадава Гаудисампадай, у нас Брама – это наш Гуру, и мы чувствуем себя, думаю, что если Брама, наш изначальный Гуру, он не получил премы, то как же мы ее можем получить? И наша Гуру Варга ее получала. И вот я могу привести аргумент, который разрубит всех их возражения. Брама Рама, он получил Камагай-три от Кришны, и внутри этой мантры прямо уже присутствует. И как вы можете говорить, что Брама не обрел премы, поскольку премы она присутствует в этой мантре. И вот смотрите, Рай Рамананда, он вечный спутник Верховного Господа. И первый раз мы увидели, что Рай Раманда встретился с Махапрабху, они вечные спутники. Но и после этого они начали обсуждать что-то, и те Браманы, у которых не было чувства и любви, они хотели остановить, поскольку в Чайтане Чайтамрите тоже говорится, и я могу аргументы один за одним проводить. То есть, внешне были какие-то посторонние люди, они не вечные спутники Махапрабху, просто люди там были. И Махапрабху, он сдерживался, Махапрабху, он чувствовал какое-то чувство экстаза, является. Но видя, что какие-то посторонние люди присутствуют, Махапрабху, немедленно он приводил себя в чувства. Он сковал это, поскольку перед обычными материалистами мы не можем являть какие-то высокие чувства. И Шиллая Бхакти Сиренто в Расвати Гастаммитакур, он также на берегу Радхакунды во время Картика. И Шиллая Павкат говорил Харикатху, и когда он говорил Харикатху, он говорил о Радхаране, он чувствовал некое великое чувство приходит к нему и он если не будет сдерживаться он не сможет продолжать дальше и он здесь сдерживался и также шукадевга с вами когда буду говорить о боготом я скажу об этом поскольку люди они не могут понять что за чувства обычные люди они у них нет права слушать об этом даже когда они не были допущены к этой раз к этому раса мандиру и вот и когда браманы которые там присутствовали дальние браманы это нападет что они браманы у них есть 12 браманских качеств может быть даже но апракрита прямо не было и поэтому махапрабу и рая рамананда не хотели они перестали что-то говорить и приняли решение когда все кончится но когда в общем не решили вечером встретиться вот махапрабу весь день и ночь совершал санкиртан он принял и потом рая рамананда переделся в простой одежде пришел к нему и встретился с махапрабу и мы знаем из этой встречи получился рая раманда самбат это описание того что о чем они говорили и если это будет опубликовано на английском вы можете сойти с ума насколько много сиданте там я знаю одного преднава он читал рая рамананда около 30 раз он снова и снова читал его и всегда открывал для себя что-то новое это прекрасно она эта книга написана на основе лекции силы правопады на берегу гадаваре но она были украшены были как развернуто чтобы обычно люди смогли понять и поэтому и вот там в этом раманда самбате мужчина найти самого начала кармарпан обычные люди они даже не не обычные материальные люди они даже не заинтересованы в кармарпане любую карму которая они то что мы делаем и должны по идее предлагать лотоса мастапамше кришна но обычно люди даже этого не могут делать и вот кармарпана постепенно возвышаться и там раманады самбате это группе прямо она не вот тут на хуй вот скака марпана до гопи прямо это все стадия обсуждается до према и вот так постепенно ступень за ступенью даже в гитте можно найти что сначала одно потом кришна возвышается на другую ступень переходит на карме йоги яна йоги яна йоги раджи йоги и так постепенно постепенно до и вот в двенадцатой части он говорит о бахти йоги это суть всей гиты это суть всей гиты то есть в этом мире много людей они все находятся на разном уровне они не могут у них есть ограничения согласно с предыдущим самскаром кто-то может принять карма йогу кто-то гьяна йогу кто-то что-то еще то есть все люди на разном уровне находятся их отчика качество они все разные сейчас как говорится вот кришна говорит удаве бхагава там согласно вашему положению и осознанию вы должны продвигаться согласно своему уровню если будете прыгать выше чем вам положено это будет причиной вашего падения и в гитете это описывается даже кришна говорит о арджуне о арджуна и обычные люди не можем даже мы не можем разрушить их концепцию их представления о мире то есть мы даже этого не можем сделать поскольку они не могут осознать и принять все мы не можем давить на их и согласно степени их осознания они могут развиваться постепенно 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 могут улучшать свою степень своего осознание если на них давить то они просто не смогут этого принять то есть они не смогут принять всей милости, и поэтому проблема, и поэтому долгое время, семь дней, вот Раманады и Махапрабу обсуждают, и вот он отправился в Южную Индию, и когда Махапрабу отправился в Южную Индию, дальше на юг, и Махапрабу сказал, что я хочу быть с тобой. Можешь ли ты прийти в Кошотом Дом, мы можем жить там вместе? Можешь ли ты прийти? Я хочу быть с тобой всю жизнь. И вот Раманады сказал, что ты возвращайся со своего путешествия по Южной Индии, и вскоре я возьму разрешение от Царя, чтобы уйти навсегда от Него и совершать Баджан, я хочу быть с тобой. И после этого Святчатани Махапрабу ушел, и Рай Махапрабу ушел. И после этого... И вот когда он вернулся, они опять встретились, и Рай Махапрабу сказал, о Прабу, ты Саньяси, ты иди, и я... Присоединись к тебе чуть-чуть позже, поэтому лучше ты иди, а я скоро пойду за тобой. И царь был очень доволен, он отпустил его, и я все равно тебе буду платить зарплату, не какую-то пенсию, а всю зарплату за твоего служения. И вот после этого Святчатани Махапрабу вернулся в Гамбхиру, и опять начал лилы со всеми преданными. И однажды Рай Махашой пришел и принес свои поклоны Махапрабу, о Господь, вот ты пришел? Да, и он так же поклонился ему. О, Рай Рамананда, ты уже был у Джаганадха? Нет. Как нет? Ты совершил ошибку, почему ты не пошел в храм Джаганадха сначала? Ты должен отправиться в храм Джаганадха и потом прийти ко мне. И Рай Махашой сказал, о Господь, «Колесница и тот, кто ведет колесницу, он находится во мне и сказал, чтобы я шел к тебе сначала. Я никогда не думал, я не хочу ничего решать. Я просто получил вдохновение в моем сердце, и поэтому не чувствовал необходимость сначала поклониться Джаганадху, Махапрабха пошел непосредственно к тебе». И после этого Рай Махашой начал жить вместе с Махапрабху, и в читании Читамлите описывается Шиман Махапрабху, и вот Андрадаша последние 12 лет. Махапрабху 24 года жил там, поэтому он еще путешествовал какое-то время. А, такой сокровенный Бхаджан он совершал последние 6 лет, и в то время Рай Махашой пришел. И в Нилачале он жил вместе с Шиман Махапрабху в Гамбхираманди, Рай Рамананда. Он жил там поблизости. Гавинда и Джаганананда там тоже рядом был. И Харидас Такур, Рагунадда с Гасай, они тоже жили там поблизости. Рагунадда с Гасай и Харидас Такур, Рагунадда с Гасай пришел поздно, но когда он пришел, я имею в виду, Рагунадда с Гасай, он начал жить с Сарубхарабху, он был там поблизости. И вот тогда Шиман Махапрабху день и ночь он вкушал вкус Кришналилы. Расаян. Кришналила Расаян. Кришналила Расаян. Он вкушал нектар. Он всегда тестил эту Раса в Гамбхираманди. И Рай Махаши говорил о Кришналиле, о Сиданте и Сарубхарабху. И Сарубхарабху, согласно Бабе, Сарубхарабху, он пел Кришналилы. И вот согласно Бабе, Сарубхарабху пел Кришналилы. И вот Махапрабху, он не видел, не чувствовал ничего, кроме Бабы и Радхарани. И вот Махапрабху говорил, когда приходят встретиться с Махапрабху во время Чатармаси, Махапрабху говорит, Что случилось, я не знаю. Я хотел бы dance и танцевать, то есть, в день и в night. Я произошел, что-то такое заболевание, я не хочу говорить и говорить, я хочу пить, я хочу пить, я пить, в день и в night. Что-то заболевание я не знаю, что-то заболевание я не знаю. И вот день и ночь Рай Махасой говорил «Харикатху» и «Схаруб Дамадар» он воспевал. Вот когда сочетание Махапаба, он был в уединении. Иногда Махапаба плакал, иногда смеялся. Таким образом. Нет, не было ограничений. Они все время обсуждали Харикатху и Говинда очень разгневался. Иногда он приходил и говорил о Рай Махаше, о Схаруб Дамадар. Что Вы говорите с Махапабу? Что Махапабу всегда плачет? Что Вы говорите с Махапабу? Он постоянно плачет? Вы не можете говорить хорошие вещи. Чтобы что Махапабу может плачет? Говинда был настолько просто сердечен, он всегда забудется о Махапрабу, он не думал о Бхаве, он всегда забудется о нем. Почему Господь плачет, вы не можете сказать ничего, получишь, чтобы он смеялся, почему вы говорите о том, о чем он плачет, и вот они начали смеяться. Говинда настолько просто сердечен, что не может понять этого, и вот поздней ночью, смотрите, когда я могу его накормить, вы постоянно говорите о чем-то. И Говинда гнив раздевался, и свироп Даматарай, Рая Махаша, они... Прабху, мы хотим идти, вы возьмете отдыхать сейчас, мы можем вернуться вновь снова. Махапрабху, что это означает, что мы отдыхаем, мы придем завтра? Махапрабху сказал, а что такое отдых? Вы думаете, что если вы уйдете, когда вы уйдете, свироп Даматарай, Рая Махашой, если вы уйдете, разве я смогу отдохнуть? Сейчас я отдыхаю. Когда вы говорите Харикатсо, и когда свироп Даматар воспевает, это мой настоящий отдых. А когда вы уходите, я... Они закрыли меня в Гамбхире, три двери, внутренняя, внешняя, средняя, а я хочу уйти, меня кто-то зовет. Кришна зовет меня. Кришна зовет меня. Я не могу уйти, я уйду, я уйду с землей. Я уйду в какой-то, знаешь, кровь придет. Я хочу уйти, я не отдыхаю. Вы думаете, что я могу отдыхать? Когда вы уйдете, я не смогу отдохнуть? Нет, я не смогу. Махапрабху всю ночь плакал. Махапрабху хотел уйти с храма Гамбхире. И вот Махапрабху говорит... Кришна плакал на земле. Очень хорошо. Бангши Дани. Я слышу очень сладкий звук Бангши. И я не могу стоять, я не могу стоять в комнате, как Радхарани. Когда Кришна звала Радхарани, то Махапрабху чувствовал это чувство, которое она чувствует. И день и ночь. И сейчас, и тогда он получал вкус Кришна-расы день и ночь. А однажды Махапрабху, когда Саруб Гаса и Рай Раманады сидели, Рай Махашай рассказывал о Радхарани, и Саруб Гаса воспевал. И тогда Махапрабху просил о Рай, какое чувство Радхарани, какой образ Радхарани? Я хочу увидеть её. Сможешь ли ты это объяснить через твою харикатку? Я хочу увидеть её образ. И он сказал, да, я смогу. Жди. И Рай Махашай пошёл, принёс зеркало и сказал, смотри, чувство Радхарани. Махапрабху разгневался, выкинул это зеркало, я Саньяси, а ты зеркало мне приносишь. Но ты хотел увидеть чувство Радхарани, а что делать? Нет никакого пути показать тебе только зеркало, потому что твоё чувство — это чувство Радхарани. Ты судишь со мной, я Саньяси, я не могу смотреть в зеркало. Ты не должен так делать. И таким образом, иногда Махапрабху уходил. Три двери, первая дверь, внешняя, внутренняя, средняя, они все были закрыты на ключ. Но Махапрабху, он уходил. И всё же Махапрабху, он выходил из Гамфира и иногда он падал в океан. Иногда он падал рядом с коровами, иногда в океане. И вот день и ночь Раманадос, Памадар, они искали, где же наш Господь? Где же ушёл наш Господь? День и ночь они искали его. Где же они были? Они искали. Я думаю, что Пабху Гон, он останется ждать. Они спрашивают всю ночь. Они спрашивают, все ночью и спрашивают. Иногда они видят, они спрашивают, и они искали, и они находят один фишер-мен, и он прыгает. И все они говорят, «О, почему ты прыгаешь? О, не идти, там есть гонщи». Гонщи? Где? Там. И вот однажды они увидели, как-то какой-то рыбак, он с ним что-то случилось, он кричал, что привидение, привидение, и они сказали, что они знают мантру от привидений, иди покажи. И Соруб Гасай, он… Эй! Гост гон! Гост гон! Где это? Гайдас! Он благословил его, сказал, что все. Привидение ушло, двое показываешь, чуть-чуть там поймал. И вот, когда они пришли, они увидели внутри сети, Махапрабу находится внутри воды, и он отправился к… его уже начало сносить канарку, потому что это наш Господь, нет. И они сказали, что это наш Господь, то есть не привидение. И вот, когда этот рыбак, он прикоснулся к Махапрабу, к духовному Господу, он не смог принять этого, не смог осознать этого, он сошел с ума. И вот, потом его спутники, они вытащили Махапрабу из… из сети, они начали воспевать Махамантру. «И где же я? О, Господь, Ты с… Ты с нами, почему… Почему Вы забрали меня оттуда? Я участвовал в лилах Радхарани, а Вы меня забрали оттуда? Почему? Ну, они сказали, «Ты смотри, ты наслаждался этой лилой, а ты знаешь, что было с нами, мы плакали день и ночь, мы искали тебя, а ты наслаждаешься там во врендовании с Кришной, с Радхарани, ты знаешь наше чувство». И Господь понял их чувства и вернулся в чувства, а потом опять Махапрабу ушел из Гампхиры. И никто не мог сказать, где же наш Господь. И вот Махапрабу увидели снаружи храма Джаганатха, они увидели Господа, он лежал снаружи храма Джаганатха, он был… ну, и он принял форму черепахи, он стал очень маленьким, и разве это наш Господь, все руки и ноги вошли в его тело, и коровы они лизали его. И что это с ним? И после этого эти преданные начали плакать, они начали совершать санкиртан, и Махапрабу он опять принял свою изначальную форму. и это состояние… это очень редко, нет даже писаний, которые это все описывают. В Писаниях нельзя найти это чувство. Это очень возвышенное, очень редкое чувство, но практически невозможно. это чувство Махапрабу, это Баба, она практически невозможна. И таким образом, Рай Махашой он совершал Калочито-севу согласно времени и обстоятельствам с Райом Раманану. И после этого мы можем видеть, Рагунат Дазгасари пришел, много преданных нас же, они вечные спутники Махапрабу. Они являли эту лилу. Кто-то из его спутников раньше пришел, кто-то позже, Рупагасвами и остальные, и таким образом. И они, в общем, все явились, Рупагасвами Пад, он пришел из Вриндавана. И во время Радхайятра, ну это я более позже расскажу. Махапрабху написал слоку. И таким образом, Схаруп Гасай, Махапрабху и Рай Рамананда, они пришли, чтобы встретиться с Харидас Такуром. И Рай Рамананда, он тоже пришел с Махапрабху, чтобы увидеть Харидас Такура. Махапрабху, это обычное правило. И весь Прасад, все Малы, все Чандан, которые давали ему Панды, Махапрабху делился этим Прасадом с Харидасом. Каждый день Махапрабху приходил и предлагал ему Гирлянды, Прасад и прочее. И Рупа Санатана, они, когда бы не приходили, они всегда жили рядом с Харидас Такуром. Махапрабху, Махапрабху, Эта шлока, она применима к Махапрабху, к Харамананде, санатана Госвами, к Рагунатху Даса Госвами. Это очень, ну, возвышенная шлока, ее легко произнести, но привнести эту шлоку в свою собственную жизнь, это очень опасно, но очень тяжело. Но просто произнести ее гораздо проще. Можете ли вы применить эту шлоку в своей собственной жизни, когда вы сможете ее практически полностью применить в своей жизни, то вы сможете достичь Кришны. И вот с Махапрабху, Харамананда, они пришли, и Махапрабху, он Верховный Господь, он видит, а он сорвал, ну, когда он увидел, что они пришли, он взял лист этой пальмы и написал на нем и написал на нем эту шлоку и Рупа Госвами Пат. О, Рупа, что ты нам написал, Рупа Госвами Пат, очень смиренно сказал, сказал, что я падшая душа. И Рай Махашой, он написал такую прекрасную шлоку. И таким образом они наслаждались общением друг с другом. И однажды Праддумна Мишра, он вечный спутник Махапрабху, он жил в Орисе, он пришел к Шичитани Махапрабху вечером. Я хочу услышать Харикатху от тебя. И вот Господь сказал, что я не знаю Харикатху, хотя я хочу что-то услышать. Харикатху я слушаю от Рая Раманады, но его нет, кто может быть за него. Я слушаю Харикатху от Рая Махаша. Он там у себя дома, иди и спроси его, и Махапрабху сказал, и ты очень удачлив, ты очень удачлив. Ты очень удачлив, поскольку ты хочешь услышать Харикатху и Махапрабху говорить. Они очень удачливы. Те кто хотят говорить Харикатху они очень удачливы. Я говорю Харикатху и Махапрабху. Я говорю Харикатху и Махапрабху. И те кто хотят говорить Харикатху они очень удачливы. Если вы разовьете это желание слушать Харикатху, это очень хорошо. Желание слушать Харикатху и Киртан – это чувство. Вы должны развить это чувство в своей жизни, и тогда вы сможете стать настоящим истинным преданным. Но вы должны Харикатху из настоящего источника не нигде попало, Сила Прабхупад говорит, чтобы чувство было в вашем сердце. Понимаете? И вот когда бы я не хотел услышать Харикатху, я слушаю от Рая Махаша, но его сейчас нет, он в своем доме, и ты можешь пойти и встретиться, и Махапрабху отправил его туда. И вот Прадимна Мишра взял разрешение от Махапрабху и пошел к нему домой, в дом Рая Махаша. Но там около 3-4 километра было. От Нарендара Сарвара в сторону Алла-Натха 3-4 километра. Я был там. Там деревня Равананда. И вот Прадимна Мишра дошел до туда. Но он был занят, что были слуги. Я пришел встретиться с Махашоем, но его слуги сказали, что он занят подожди, и он начал ждать. Долго ждал, ждал. И после этого Махашоем занят в своей комнате с Девадаси. Это молодые девушки, девушки, которые танцуют для Джаганатха, и он служил им. Он обучал их танцевать Джаганат Балдапната. То есть он учил их танцевать для Господа Джаганатха. И вот этих молодых девочек он учил, как себя вести перед Джаганатхом, что делать, и прочее, прочее. И в то же самое время Рай Махашоем, он менял им одежду, мыл их кормил со своих собственных рук. И когда пройдем, Миша услышал об этом, что он занят какими-то молодыми девочками, и он что-то подумал, что, ну, как ужас, что он занят, и вот придет, нет, мне времени нет, я лучше пойду отсюда. И вот он вернулся, и после этого он опять встретился с Шичитани Махапрабхуа. Махапрабху, он в сердце каждого, ты слушал Харикатху от Прадемы, от Махашоем? Он был занят, я не мог услышать Харикатху, и Махапрабху, он понял, что он, ну, что-то подумал не то, что он был занят какими-то, ну, девушками, и Махапрабху, он был очень строг, вот маленького Харикатху, Махапрабху, он оставил навсегда. И то же самое здесь случается. И Махапрабху сказал, ты, я чувствую, ты что-то не то понял, о Рая Махашае, да, я вот увидел, он занят какими-то девушками, а ты смотри, я Саньяси, я думаю, что у меня есть контроль над моими органами чувств, но все же я не могу смотреть на женщин, и даже я слышу имя женщины, я чувствую, какая-то реакция в моем теле происходит. Но Рая Махаша, он единственный, единственный, он единственный, на кого это ничто, на кого это не влияет, ты не должен его неправильно понять. Рай Рамананда, он настолько возвышен, даже он не чувствует, он не, он не может даже понять то, что он чувствует, насколько он возвышен, его тело, его сердце, его ум, они полностью спокойны, прикасаясь к этим, девочкам, он не чувствует никакого вождения, даже кормяя их, моя, переодевая, и украшая их, он не чувствует никакого вождения, ничего подобного. И я знаю, что его тело, оно трансцендентно. И вот, я сейчас знаю, что он трансцендентен, и поэтому не думай ничего плохого. Если хочешь получить милость, сиди прямо сейчас, и слушай Харикадху от него, он единственная личность, Ахай Махашои. И вот, он служит, им подобно служанке Радхарани, подобно Саки Манджари. Саки Манджари у них, Манджари, они более близки к Радхарани. Они могут делать любое служение, для них Ахай, не могут все служение делать в Манджари. У них есть право на более такое, близкое служение. И вот Рай Махашои, он находится в Манджари, подобно тому, как он служит Радхарани. Он относится к ним, не думай ничего плохого, иди к нему. И он сказал, Господь, прости меня, я неправильно понял его, нет, иди к нему, попроси прощения. И вот он отправился к нему, и Рай Махашои, он пришел, вышел встретить с ним, прости меня, я был занят, мой Савак ничего не сказал, что ты пришел, и я прошу прощения, что не мог тебя встретить тогда. Почему ты пришел ко мне? И вот Махапрабху, он отправил меня к тебе, чтобы слушать харикатху, что правда, и какую харикатху ты хочешь слушать. И он начал говорить, подобно океану, его харикатхана была подобно океану, бесконечному океану. И после этого, Прадюна Мишера, он попросил прощения, что прости, вчера я неправильно понял тебя, ты пришел по Махапрабху, что Рай Махашай, он океан, прямо Расасагара, настолько великой. И таким образом, мы знаем, это очень сокровенная вещь о Рай Махашайе. Он, Вишака Сакхи, он всегда помогает, Шри Чайтане Мухапрабху, его аллили, Вишака Лалита, они всегда помогают Радхаране. Если какие-то проблемы возникают, они решают эти проблемы на пути к Кришне прямо. Радхаране говорит, что если бы не было никаких препятствий, проблем на пути, то мы не могли бы получить тот самый вкус. Как, например, алмаз, бриллиант, они очень редки, очень тяжело найти на каждом шагу. И также Кришна прямо, она настолько велика, насколько труднодостижима. И если вы развеете такое чувство, что вы должны обрести это, и это очень хорошо. И вот вместе с Махашаем, Саруп Дамодаром, Махапрабху наслаждался этой расой все время. Однажды, в день Харапанчами, Харапанчами, Дитья, Дитья, Атхаратхиятра начинается над Дитью, а Харапанчами — это тот день, когда Лакшмидеви возвращается, чтобы наказать Джаганат Панд. И вот она приходит на паланкини с палкой в руках, чтобы наказать Панд. за то, что они уносят Господа. И эти панды, они просят прощения, «О Мать, прости нас, ты, вашего Господа, мы принесем скоро, не гнивайся». И вот в тот день Раджа Пратапарудра он организовал какое-то место, где Махапрабху мог сидеть, Раманаду Сурбадамадар, Махапрабху и его спутники, что они могли там сидеть в удобном месте и видеть эту лилу, которая происходит на Харапанчами. И вот Махапрабху развел это чувство, он хотел слушать о Расе. И в то время Нарада, кто это, Шиваспандит, он был там, в форме Шиваспандита, и Сваруб Гасай тоже там был, и они обсуждали что-то. И Махапрабху спрашивал вопросы, они отвечали. И после этого Нарада сказал, что на Вайкунте столько богатств, а почему Джагнат пришел сюда? И Махапрабху рассмеялся, и Сваруб Гасай начал отвечать. Махапрабху сказал, о Сваруб, его имя Сваруб, а ты Нарада, и Махапрабху сказал, о Шивас, я знаю, ты Нарада, ты Вайкунха Паршат, и поэтому ты видишь это все в таком ключе, но Сваруб Гасай, он чистый в Раджаваси. Не забывай об этом, что внутри Вриндавана в одном маленьком месте, в каком-то лесу, в любом лесу Вриндавана только много богатств и роскоши, больше, чем на Вайкунте. Ты забыл об этом, о Шивас. Вриндаван, он полон богатства, полон роскоши, полон всего, но Мадхурия, она подавляет все это, Мадхурия преобладает там, и поэтому все это богатство никто не может видеть. И в Раджаваси, они не заинтересованы ни в каком богатстве, они хотят наслаждаться с Кришной, и они не заинтересованы ни в каких богатствах. те настоящие в Раджаваси, они не хотят видеть ничего. в Раджаваси. И вот внутри Вриндавана так много богатств, но мы не можем осознать это, внутрь Вриндавана, это чувство. И вот с Махашаем и Сваруп Дамадаром, Махапрабху наслаждался день и ночь, и когда Махапрабху ушел во Вриндаван, он взял разрешение Раи Махаша Сваруп Дамадара. Он сказал, что Господь хотел увидеть Вриндаван, Он сам Махапрабху, Он сам Кришна. Вы не можете понять этого. Как это возможно? Прабху Дананда Сарасвати Паттва, он никогда физически не был в Навадив Даме. За всю свою жизнь он ни разу не посетил ее. Прабху Дананда Сарасвати Паттва, он вечный спутник сочетания Махапрабху. Смотрите, за всю свою жизнь физически он ни разу не пришел в Навадив Даму, но он написал Навадив Шатаку. Как это возможно? Они все вечные спутники сочетания Махапрабху. В одной форуме в Сварупе они находятся в Навадиве, в другой Сварупе, они находятся во Вриндаване. И как это возможно? И вот Прабху Дананда Сарасвати, он так много всего написал о величии Навадива Даме. Дамы вы не можете понять, поскольку он мог увидеть все. Дама это чинмой, она трансцендентная. Вы можете видеть Даму. Если вы получите милость Дамы, вы не увидите никаких отелей, никакого мусора, никаких недостойных вещей в Даме. Если вы обретете милость Дамы, вы увидите Даму в ее первозданной красоте. И Шила Бхат Юнтаку описывает это в своих Киртанах. Вы написали так много Киртан, так красиво. Так красиво, вы должны слушать Киртаны. Киртаны Киртаны Киртаны, Баба Джамахараджа есть. Он очень красиво поет с чувством. Вы получите силу слушая его Киртаны. Когда он совершает Киртаны или Шила Бхакти Парамут Пуиды в Гусая Махараджа, вы можете слушать и видеть, с каким чувством и как нужно воспевать Харинам. Если вы не сможете понять эту Лилу, как это возможно воспевать Харинам, это невозможно. Перед тем, как совершать Харинам, в тот день я сказал уже, не пытайтесь неправильно понять меня. Если я могу совершить Тадья Васту Севу, Бхакта Севу, Дама Севу, Ганга Севу, Емуна Севу, или Туласи Севу, я получу вдохновение воспевать Харинам. Кто поддержит вас в вашем воспевании? Харинам — это не нечто материальное. Он трансцендентен. Харинам — он не отличен от самого Кришны. Харинам — он не отличен от самого Шри Кришны. И поэтому вы не можете повторить тот самый Харинам, чтобы чувствовать, что Кришна присутствует в этом Харинаме. На самом деле, Харинам — он не отличен от Шри Кришны. И когда вы достигли сфорового Пуситхи, когда вы возвысились до того уровня, но до этого вы должны совершать служение, если вы будете игнорировать служение, вы не сможете развить эту силу. Вы можете не верить мне, но можете проверить, проверить. все дни и ночи. Вы можете сказать, что я могу выжить свои утенцили. После прасады, я могу выжить. Я предупреждаю. Но вы должны предупреждать, что вы можете сделать Харинам. Вы можете сделать? Вы можете сделать? Вы можете сделать? Я могу закрыться в комнате, и воспривать Харинам — это невозможно. Без милости Харинама, не совершая служения, это очень редко кто может делать. И настоящий Харинам можно воспевать тогда, когда вы получите даршан всех спутников, сочетание Махапрабху, по их милости. И вот говорится, в поэме «Кто ващество?» Сила Павпад говорит, эти строки вы должны читать каждый день. Я не сахаджи. Я могу дать вам очень такое тяжелое лекарство. Уединенный Баджан — он возможен, когда? Только тогда, когда с помощью вашего Харинама вы сможете видеть даму спутников Господа, его лилу и прочее. И тогда, и только тогда вы сможете воспевать настоящих Харинам. Если вы хотите проверить какую-то саду, если вы хотите проверить, настоящее это саду или ненастоящее, можете закрыть это саду. Но в комнате, как Кришна, вы можете просто закрыть его в комнате на месяц или два, и они не будут ничем не беспокоить. Обеспокоены они. Вы просто сидите и повторяйте хренам, но не смейтесь. Даже с сегодняшнего дня, если вы хотите проверить, вы можете так проверить. И они будут чувствовать себя очень удобно совершать. Тиртан воспевать Харинам и не беспокоиться о том, что дверь закрыта. Это спонтанная сила. Невозможно повторять Харинам. Он не отличный от самого Кришны. Вы не можете взять Кришну за шею и привезти куда-то. Вы не можете давить на Кришну. Кришна, Он Сарат, значит, никто не может контролировать Его. Кришна, Он Верховен, Он выше всего. Нет никого, кто бы мог контролировать Кришну, только Радхарани, она может управлять Кришной. Только Радхарани, она может управлять Кришной, и никто иной. Кришна, Он подобен сумасшедшему слону. Никто не может управлять тем. И чтобы так поймать Кришну, вы должны следовать Радхарани. Но перед этим нужно возвыситься до того уровня. Нужно следовать Вашей Гурварге, Шили Прабхупаде, Шили Бхакхи Натакура, всей нашей Гудья Гурварге. И тогда Вы сможете возвыситься до того уровня. Я уже говорил об этой шлоке. И я иду. И если вху, Г И даже когда Кришна повторяет имя Радхарани, Он падает без сознания в чувство экстаза. Когда Кришна говорит Радха, Радха, Он падает без сознания, вы относитесь к ней, как к какой-то обычной материальной девчонке. Он говорил, кто же вам дал право повторять ее имя? Я не повторяю, как вы можете. Он был очень строг, Шилакеша Гусей Махарач. И опять свернуться к этому Киртану. Когда вы избавитесь от материальной самсары, подобное дерево, ваши корни, они вросли в землю. И вы так закрепились на этой земле, вы должны оставить здесь, выбраться из-под влияния этого материального мира. Вы должны не просто вырваться, полностью избавиться от влияния материального мира. От этой материальной самсары, Нитянанды Крипа, она там. Если вы не получили милость Нитянанды, вы не сможете проповедовать, что говорит о проповеди. Вы не сможете даже совершать баджан. Если вы получили милость Нитянанды, вы тогда сможете избавиться от материальных оков и начать настоящий баджан. И вот смотрите, это очень сложно. Рай Махашай, Вишакасаки и Саропу Гасай Лолита. День и ночь они защищают Радхарани. И там Шичитани Махапрабу. То есть очень возвышенные вещи. Вы не можете понять характер Махапрабу, Лила Махапрабу, она настолько сакцикровенна. То есть не каждый может ее понять. Она очень возвышенная. Почему Махапрабу разгневался на Чичота Харидаса? И почему он стал очень доволен с Рая Раманандой? Почему Махапрабу, он позволил какой-то пожилой женщине наступить на него? И почему он разгневался? Точнее, почему он поступил по-другому в другом случае? А как это узнать? Если будете следовать Сварабу Дамадара, Раймананандиш или Пархупадиш или Бхактюна Такура? Они все находятся в одной преемственности. И тогда вы сможете узнать, что к чему Кришна. Это источник всех рас. Но кто может обрести эту расу? Например, есть какой-то сладкий шарик, и я положил его на какую-то тарелку, а вы лишите его, вы чувствуете, он сладкий. Но когда... То есть мы чувствуем вкус сладости только тогда, когда... Но мы прикасаемся к чему-то сладкому. То есть вот на тарелке лежит сладкий шарик, и мы не можем сказать, что он олицетворение расы. То есть может какое-то... Какое-то, ну, качество расы там может быть есть, но это не то. Это раса, которую мы не вкусили, вкус, которая... Она не раса. То есть раса это то, чем... То есть если вот сладкий шарик, то у него есть возможность какая-то есть. А если мы... Наш язык соприкасается с этим сладким шариком и чувствуем сладость, то это есть раса. И таким же образом Кришна, он есть. Может, я начал с этой шлоки про Кришну, что да, из-за панишата это шлока. Но все же, если нет преданного, то нельзя сказать, что Кришна, он полон расы. Кто может вкусить сладость этой расы? Кришна, он полон расы. Да, это так. Но какое отношение это имеет к нам? А если мы сможем обмениваться расой с Кришной, тогда мы сможем понять, что такое раса. И все преданные в Раджавасе, они вечные спутники, шечетания Верховного Господа, они обмениваются пятью различными видами рас. Шанта, Дася, Сакья, Вацали и Мадхурия. Пятью расами в этом материальном мире мы все обычные люди, мы заинтересованы. Между собой как-то общаться, обмениваться какими-то расами с отцом, с матерью, с мужем, с женой или еще с друзьями. Всегда. То есть без расы никто не может жить. До сейчас, но с детства мы родились, наша мать заботилась о нас, обнимала, целовала, как-то воспитывала. Мы обменивались с расами, с материальными людьми. Но вот эта раса, она находится за пределами нашего понимания. Кришна, Он источник всех рас. Да, это так. Но если нет преданного, кто может сказать, что Кришна, Он полон расы? Кто может быть свидетелем этого? Только преданные в Раджавасе, они могут сказать, что Кришна, Он полон расы. И вот таким образом Раманада и Дамадар, они обмениваются расой с Махапрабу, с самим Кришной. Поскольку Махапрабу находится в настроении Манджари, в настроении Радхарани иногда, иногда и в той Бхаве. Почему? И очень сокровенные Сидданта там есть, поскольку преданные, кто хочет развить чувства к Господу Махапрабу, он показывает ему Рагануга Бхакти. Но будьте осторожны, Мул Ашрая Виграха. Кто Мул Ашрая Виграха? Кто Мул Ашрая Виграха? Кто Мул Ашрая Виграха? Это Радхарани. То есть, Севе Виграха и Мул Ашрая Виграха. Мы не можем, мы никогда не должны пытаться занять место Радхарани. Вы будете очень тяжело наказаны Махапрабу, это Радхарани. Махапрабу, он Кришна, но он получает чувства Радхарани иногда. Иногда являет Манджари Бхаву. Но если мы хотим развить это чувство, вы должны полностью следовать Махапрабу. То есть, вы чуть отклонитесь, то будете очень сильно наказаны. И вы должны следовать Махапрабу. Каждый раз я могу цитировать его учение Шилы Прабхупады. Я могу это очень часто цитировать. Шилы Прабхупад дает такой аргумент. Например, вы очень больны, ваша печень очень больна. И Шилы Прабхупад говорит для больного человека, доктор не может позволить какую-то жирную, роскошную пищу. И вот Шилы Прабхупад говорит об этом. Например, вы очень больны. И для такого больного человека доктор не может позволить какую-то тяжелую пищу. Поскольку доктор, он разумен, он знает, что вы больны, и не сможете переварить его согласно силе вашего пищеварения. Доктор даст вам какие-то лекарства и диету. И если вы будете следовать ей, то восстановите свое здоровье. И когда вы станете здоровы, тогда вы можете уже есть все, что хотите. И также Шилы Прабхупад говорит такой же пример. Он говорит, что для обусловленной души это росан. Ее практически невозможно осознать и переварить. У них нет права. Они отправятся в ад вместо этого. То есть вначале всего нужно уделять внимание служению. Тулысисеве, Гангасеве, Дамасеве. Вы должны слушать мои наставления. Иначе вы не сможете стать успешными. И вот Рай Рамананда написал Джагнат Баллаб Натаку и прочие махапрабы очень нравилось то, что он делал. И сегодня день ухода Рай Рамананды. И мы очень удачливы, что смогли вспомнить его, его Лилу. Что говорит о Рай Рамананде. Он очень возвышенный. Мне нет права говорить о нем. Но я пытаюсь. Поскольку это очень обширная тема. И вот вопросы. И вот один преданный спрашивает. Я посоветовал ему приехать ко мне, но в мою боль. Но что-то у него не складывается. И вот вопрос в том, почему мы повторяем харинам. Но он сам преданное посвящение ни у кого не получил еще. Но вопрос в том, что когда мы повторяем харинам, иногда мы чувствуем вдохновение, какой-то вкус харинама, а иногда нет, не чувствуем. И вот первый вопрос в материальном состоянии. У нас нет права повторять харинам, но все же мы можем пытаться. Мы можем пытаться. Когда мы повторяем, получаем харинам от Сида Махатмы. Почему я говорю Сида Махатмы? Поскольку если вы не получили харинам от Сида Махатмы, то тогда биджа, то есть семя этого харинама, оно мертво. Мертво. Если вы пошли на базар, например, купить какие-то семян, чтобы посадить растения в своем огороде. ну какие-то там деревья там или еще что-то. То есть вы должны идти в нормальное, хорошее место, чтобы там купить семена, которые смогли бы прорасти. либо просто купить. И вот таким образом, смотрите, если вы получили харинам от настоящего саду, то у кого... А то есть если вы получили харинам от того, у кого нет харинама настоящего, то вы никакого семени и силы не получите. Это первое. Второе. От Матхиа Матхикари. Вы можете получить дикшу. Вы не можете оставить вашего гурдева, но вы должны принять, получить разрешение от вашего гурдева. Поскольку Матхиа Матхикари, он, ну, должен... Ведет свою жизнь должным образом. То есть его оставлять не обязательно, если он все ведет, должным образом совершает. Блажина — это все хорошо, но что я хочу сказать. Если вы получили харинама, вы должны практиковать. Но когда вы получили харинама от самосознавшей себя души, вы, кто совершает настоящий харинам, то тогда будет сила в этом харинаме. И все же мы практикуем, когда мы практикуем, иногда мы получаем вдохновение, чувство, иногда не получаем, поскольку материальные люди, они находятся в мае, это первое. Материальные люди, они находятся в мае, в иллюзии, и по милости Садгуру вы можете избавиться от влияния маи, выйти из-под ее влияния. И вот в киртане описывается, то есть иногда наслаждаясь, иногда страдая, то есть иногда у нас есть вдохновение к баджа, но иногда нет. Это состояние обусловленной души, иногда есть вдохновение воспевать коренами, иногда нет. Иногда склонность к наслаждению просыпается, иногда еще что-то. И вот для бусловной души это естественно. И вот если вы хотите развить вашу силу, то постепенно вы должны совершать служение. Саду Сева, Тадья Васту Сева, Дама Севу, через служение вы можете обрести силу. Если вы получите эту силу от Гурды, отца, от Гуру или от Вачнава, вы тоже можете обрести эту силу и постепенно практикуйте. И однажды Шиле Бхактюна Тако, он говорит, совершайте служение руками и воспевайте харинам. И вот Свананда Суканда Кунджи, Шиле Бхактюна Тако, он написал это, что совершайте служение руками. Ваши органы чувств вы должны занять служение. И сегодня или завтра настоящая хрена явится на ваших устах. Например, ваши органы чувств заняты в каком-то служении Майи, вы глазами видите какие-то материальные вещи, какие-то недостойные вещи, скажем. Через нос вы вдыхаете аромат какой-то. Ваши уши, вы слышите иногда харикатху, иногда что-то материальное, и тогда ваши органы чувств заняты в служении Майи. Ваши шиле Бхактюна Тако Бхактюна Тако, он говорит, что ахара не означает только еда. То есть ахара, то есть это не просто еда, это то, что мы слушаем, то, что смотрим, то, что... Ахара Суддхиат Ману Суддхи. Вот ахара. Ахара Суддхиат Ману Суддхи. Если ваш ахар, то есть то, что вы видите, то, что вы слушаете, то есть ваши глаза, вы должны занять созерцанием Виконного Господа, уши, слушанием киртана, настоящего киртана. Ваш нос должен занять дыханием аромата туласи и чандана, которые были предложены Лотос Мастапама Шри Кришне. Таким образом, все ваши органы чувств вы должны занять служение, и тогда будьте уверены, сегодня или завтра, настоящих временах он явится вам. И вот таким образом иногда мы получаем вдохновение, иногда не получаем. То есть это такой простой вопрос. Вы должны прийти к святому, к настоящему святому Вашнаву, принять харинам от него и тогда воспевать. Пытайтесь снова и снова. Вот Амбариш Махарович, смотрите, он занял естественные органы чувствами. И вот здесь какие-то вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...